Всем привет! Сегодня у меня достаточно нестандартное видео для моего YouTube канала, и это будет обзор на куклу Shadow High. Если честно, это моя первая кукла из данной серии, и мне очень захотелось купить Луну, потому что она была по скидкам. Обычно данные куклы стоят от 5 тысяч выше, но благодаря скидкам я приобрела ее всего за 3 тысячи рублей на Валберес. Сейчас эта кукла стоит около 5 тысяч, но сегодня мы делаем обзор на вот эту прекрасную малышку. Мне она очень нравится, и я хотела бы снять живую реакцию на данную куклу, потому что мне нравится видеть именно живые реакции. Я надеюсь, вам тоже очень понравится. Я немножечко нервничаю и запинаюсь, но я готова вам показать вот эту малышку. Вы только посмотрите, какое у нее прекрасное личико. Она очень пухленькая и большая. На самом деле, это самая моя большая кукла из всех, которые у меня имеются. У меня их всего лишь, по-моему, 5 штук. Но я очень хотела приобрести какую-нибудь куклу ку-шедоу-хай, чтобы посмотреть, как вообще она будет смотреться в моей коллекции. Но я надеюсь, что она ее не покинет и останется со мной. Перейдем к обзору. Упаковка открывается очень просто. Я просто здесь вот разрезала ножницами скотч. Вы просто можете, собственно, потянуть за клапаны и достать саму куклу из упаковки. В комплекте с куклой подставочка, расческа и второй комплект одежды. Немножечко буду шуметь упаковкой. Надеюсь, это будет не слишком слышно на видео. Вот здесь как раз находится скотч, который я тоже разрежу. Самая коробка просто фанцузски офигенная. Вот это все, конечно. Да. Она очень большая. Прямо смыл ладошку. Пахнет новой куклей. Логично. Я обожаю люхать на куклу. Так. И сейчас посмотрим одежду собственную. Так. У нас чудесная подставка. И комплект одежды. Это прекрасный красивый сарафанчик черного цвета и кофточка черненькая. Джинцовка скорее, это больше. И вот такие туфельки. Очень приятно, что заморочились и упаковали именно одежду и обувь в отдельные контейнеры. Это очень удобно, мне кажется. Так. Освободирую отставку. Отставка очень красивого черного цвета с блестками. Надеюсь, я ее как-нибудь правильно вставлю. Сейчас мы будем извлекать луну из упаковочки. Кадр куколки совсем не помещается, поэтому я ее расположу вертикально. Она очень хорошо закреплена, поэтому за кадром я уже распакую ее до конца. У куколки очень много браслетиков и даже есть перчатки. Поэтому я стараюсь максимально аккуратно распаковать куклы. Мне очень страшно что-нибудь повредить. Мы сейчас рассмотрим с вами поближе обувь, которая шла в комплекте с куклой. Это обычные босоножки с каблучком и небольшой надписью Shadow. К заднику коробки была приделана прозрачная расческа с блестками. Расчески мне очень понравились. Они очень красивые и эстетичные. Сама куколка очень классная и гармонично смотрится с вот этими фиолетовыми глазами. Также у нее слегка подведено веко черным. И в уголке глаза у нее блесточки. Волосы, как и кожа, темного серого цвета. Скинтон немножко потемнее. И волосы прям светленно-серые. Одежда у нее кожаная. На руках у нее очень красивый серебряный маникюр. Перчаточки и два браслета. На ногах у нее длинные серебряные сапожки, которые доходят до колена. Серебряные сапоги украшены небольшими заклепками. Как и весь костюм Луны. Мне очень нравятся все мелкие детали в образе Луны. Это просто бесподобный костюмчик. Но, к сожалению, сам материал имеет очень много косяков. И иногда даже вылезают нити. У Луны очень красивые фиолетовые глаза. Черная помада с блестками на ее губах. И также черно-белый макияж. Шелкая прическа не закоплены лаком. Лекции с Луной также идет запасной наряд. Это милая сарафан и курточка. Курточка мне сама не очень понравилась. Потому что мне кажется, что она не очень хорошо сочетается с сарафаном. Я ее поставила в обычном сарафане на полочку. И это просто классно очень смотрится. Потому что мне очень нравится, как выглядит этот сарафан. Достаточно базовая одежда. Ну, для похода в школу, допустим. Мне также кажется, что к этому сарафану не хватает какого-нибудь ожерелья на шею куклы. В этом кадре я вам подробнее показываю жакет, который имеется с куклой. Вся материя мне не очень понравилась. Такое чувство, будто он развалится через несколько минут. Смотри, просто ужасно торчали нитки. И такое чувство, что после того, как я несколько раз надену этот жакет на куклу, то он скоро развалится. Платье очень аккуратно шито. Мне все понравилось. Оно офигенно сочетается вместе с вот этими туфельками, которые идут в комплекте. Так, я могу сказать свое полное мнение, что я думаю, в принципе, об этой кукле. Если честно, она меня немного, ну, расстроила. Потому что, ну, я считаю, что если кукла стоит таких бирженых денег, у нее хотя бы, ну, носочки должны быть обработаны не огнем, а каким-нибудь швом, например. Мне очень понравились вот эти вот сапоги. Но проблема в том, что когда я начала их снимать, у меня порвался ремешок, который закрепляет эти сапоги. На сапогах есть небольшие вставочки, которые именно их держат на ноге у куклы. И один из этих вот вставочных элементов, он просто у меня оторвался. То есть, вот, упал. То есть, он просто взял и оторвался. Ну, второй наряд, если честно, выглядит не очень. Мне не нравится вот эта вот курточка. Мне понравилась очень сильно черная платьевка. Ей очень идет, кстати, черный. Вот. И я считаю, что черное платье можно было бы украсить каким-нибудь ожерельем, но, к сожалению, ожерелья не было. Поэтому я очень расстроена. Но кукла сама по себе визуально очень красиво смотрится в коробке, безупречно. Но то, что вот так вот случилось, что она взяла, просто развалилась у меня на глазах. Это, конечно, жесть просто. А, еще такой маленький элемент. Если честно, я не знаю, должно ли быть это так. Но один из шарниров, который держит руку куклы, он намного больше, чем в другой руке. Я, если честно, не видела у других обзорщиков, такое бывает или нет. Но если сравнить правую-левую руку, то это выглядит как-то так. Не знаю, может быть, это какой-то брак. Но это очень странно. Меня очень сильно расстроила обувь, которая, правда, развалилась у меня на глазах. И, ну, расстроили вот эти вот носочки. Потому что, ну, мне кажется, что можно было вот этот шов как-нибудь обработать, чтобы он в дальнейшем не рассыпался. Потому что, ну, куклы же два наряда. По-любому, если бы ребенок купил, ну, родители купили бы эту куклу, с ней бы начали как-нибудь играться. И вот эти вот носочки, к сожалению, они бы уже быстро истрепались и развалились. Ну, и что я могу еще сказать? Ну, в принципе, если ее поставить на полочку, ее не трогать, не дышать на нее, то для коллекции неплохая кукла. И также меня удивили вот эти вот шарниры на ногах. Я еще до этого не видела никогда таких шарниров. И я тут пока за кадром ее распаковываю, успела ей немножечко, так скажем, поиграть, посмотреть шарниры. Шарниры реально очень удивительные. То есть они гнутся прям до конца. Но, к сожалению, сама нога, она никак не вращается. Она остается в таком же виде. Ее никак нельзя, к сожалению, повернуть. Ножку куклы можно только загнуть. Вот так вот. Не знаю, мне кажется, видно, что я немного расстроена, но уже ничего не поделаюсь, к сожалению. А еще такой небольшой минус, который я нашла в этой кукле, это то, что вот обычно у всех кукол лачат где-нибудь вот здесь. То есть обычно голова залачена больше всего. У моей Луны у нее не залачена голова. Здесь просто собраны хвостики, причесочка. Челочка совершенно не залачена. А вот конец, вот здесь вот эти волосы на концах, они очень сильно залачены. Я немножечко не понимаю, почему. Опять я повторяю, что я не шибко разбираюсь в линейке. Shadow Harambo High это моя первая кукла. И как-то покупать еще таких кукол мне не хочется. Но визуал, конечно, да, притягивает очень сильно. Вот эти вот классные вставные глаза, блестки, макияж, накрашенные ногти. Два комплекта одежды. Все очень здорово, но, к сожалению, мне не очень понравилось. И я хочу с вами попрощаться. Всем спасибо, что посмотрели мой небольшой обзор и распаковку на эту куклу. Надеюсь, у вас не будет таких же проблем с куклами Shadow High. Надеюсь, вы так же рады, как и я. Что собираетесь коллекционировать куклу. Но что-то мне вот эта вот луна просто жесть как расстроила. Да. Я не обращаю внимания, я просто как бы смотрю на нее визуально все еще. Мне очень интересно. Так что вот так вот. Хотела также со всеми вами попрощаться. Спасибо, что досмотрел эпизод до конца. Мы с Луной благодарим вас. Сейчас только что браслет упал. Мы с Луной вас благодарим. Спасибо, что посмотрели это видео. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok